В этом видео Акстар в образе малыша притворится новичком. Преподы будут в шоке, когда этот малыш жарит. Приятного просмотра. Всем привет, это канал Акстар и сегодня я под маской малыша. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывай комментарии и лучшие попадут в следующее. Ну, приятного просмотра. Ты никогда до этого не играл на гитаре, правильно? Ну, в лагере играл, этим летом играл. Ты когда-нибудь на музыкальных инструментах вообще играл, кроме гитары? На чем-то умеешь? У меня дома лежит этот треугольник. Это здорово. Гитара почти то же самое, поэтому волноваться не надо, у тебя точно есть опыт. А почему вообще захотел играть на гитаре? Одноклассники со мной не очень общаются. Обычно плохо думают о нас те, кто хуже нас. А те, кто лучше нас, им просто не до нас. Глубоко. Понял тебя. А знаешь, да, что такое минор, мажор? Нет. Так. Минор, знаю минор. Так, что такое минор? Песня у меняги. Играть умеешь? Нет, но слушать умею ее. Нравится тебе она? Красивая. Тогда ее разучим в следующий раз. Положи руки на центр, на отверстие, да? И вторую руку, вот это называется дека, и положи ее просто куда-нибудь. Да, ну, в принципе, вот так. И теперь просто можешь делать, издать любой звук. Ну, то есть вот так. Нет, ну по струнам, по струнам. Можешь просто так сделать. Ага, отлично. А вот как вот эта палочка называется? Это называется дека. Она деревянная. Дека. А вот эта штука тогда как? Это называется... Гитара. Это называется... Гриф? Нет? Нет, гриф это... это гриф. Но это не важно. Это же не так интересно, правильно? Да, это скучно. Давайте лучше играть. Согласен. Давайте я покажу, как можно сыграть один и тот же аккорд в разных местах на гитаре. Зачем? Чтобы по-разному звучала у нас музыка. И, кстати говоря, когда мы будем потом с тобой учить песни... Мы же будем с тобой учить песни? Да. Супер. Я просто не хочу аккордами, я хочу там мультики играть. Мультики. Но чтобы играть на гитаре, нужно обязательно знать аккорды. Потому что нам очень часто они будут нужны. Поставь свой первый палец. Большим пальцем можешь или всей рукой. Увари по струнам. Нормально? Это было неплохо. Как тебе? Самому понравилось? Круто. Здорово. Потом мы научимся играть всякие штуки. Дор, ми, фа, соль, ля. Ля, си, до. Супер. И, как я тебе уже говорил, есть минор, а есть мажор. И у до мажора. И получается. Грустное звучание, правильно? Просто я не могу, ну, мне не хочется там разбираться, там, в этих всяких дом... До мили мер, мили петер. Ага, понял. Тогда давай с тобой поучим аккорды, окей? Я могу показать, чему я там летом учился. О, да, давай, с удовольствием. Ты сказал, что ты играл в лагере. Да, ну, вы просто не спрашивали, я не играл. А, точно. Я просто подумал, что ты, ну, наверное, просто там что-то с ребятами сидел. И там преподаватель был, и, ну, и он с нами всеми занимался. А, ничего себе, то есть в группе занимались. Ладно, интересно. Да, он мне там показал упражнение «Паучок». О, замечательное упражнение, я с тобой хотел его разбирать, но попозже. Ага, и вот «Испанский бой» мне показал. «Испанский бой», который... То есть ты его умеешь играть? Ну, я сейчас покажу. Покажи, как умеешь, интересно. Покажи, как умеешь, интересно. Вот так. Вот эту мы штуку разбирали. Здорово. Ты это в лагере учил? Ну, да, вот у нас там где-то 7 занятий было, потому что первые 4 дня я вот на 4-й день как раз выбрал кружок гитары. Сколько тебе лет? Ну, 12, 12. И ты до этого никогда не занимался? Ну, музыкой, ну, я как-то девовольник. Ну, я имею в виду гитару. Нет, ну, нет, нет. Понял. Короче говоря, 10 лет назад у меня было занятие, которое оставило мне детскую травму. Ну, вот, и сюда, значит, ставишь гитару, и в целом, да, вот руку, пальчик сюда, пальчик сюда, и вот сюда на пальчика. И играешь, да? Так я так не смогу, наверное. Это еще почему? Так я же первое занятие, я же еще гитару держать не умею, а тут баррель. Ха, вот, блин, вот сразу видно, не сочинский. Нашим пацанам дал гитару. Говоришь, игра, и он играет. Я тебе еще раз повторяю. Пальчик сюда, пальчик сюда, и пальчик вот сюда играет. Понял? Чего вы на меня кричите? И вот, спустя 10 лет я решил найти его и показать, что я научился. Видите, а вот и преподаватель этот, третий день еще его в Сочи, нашел. Ну, сейчас поговорим. Ну, привет. Что, говорил, я не смогу, да? Смотри, аккорд АМ. Спокойно. О, это же ты с Ютуба, я видел, ты поднялся. А что такой спокойный-то вообще? А я прохожу девятый год реабилитации в Гималаях. Говорят, ты запустил гитарное сообщество и начал обучать людей игре на гитаре, это так? Да, я запустил свое гитарное сообщество и начал обучать людей игре на гитаре, это так. И кому же нужно туда пойти? Всем, кто только начинает свой путь в игре на гитаре, играет неуверенно, хочет поставить технику правой руки, технику левой руки, научиться играть по табам, играть ритмично, разобрать свои первые песни и, в общем, начать свой путь гитариста вместе со мной. И сколько же стоит? обучаться игре на гитаре у Акстара. Ну смотри, моя задача сделать гитарное сообщество, поэтому мы сделали самый минимальный порог входа, который мы можем себе позволить. Один ученик нам обходится где-то в 1000 рублей, и такую цену мы и сделали, то есть 1000 рублей. То есть, ты хочешь сказать, что я могу перейти по ссылке, посмотреть там все, и за 1000 рублей научиться играть на гитаре? Да, а еще среди участников первого курса мы разыграем гитару, живой разбор от меня, который выйдет на нашем YouTube-канале, и три места на втором курсе Академии, который тоже в скором времени выйдет. Урок от меня дороже стоит, чем весь его первый курс. Я исполнил свою мечту и помогу исполнить вашу. Переходите по ссылке в описании, и будем учиться на гитаре вместе с вами. Итак, давай мы познакомимся с инструментом. А ему нужно там имя давать? Ну, как бы музыканты дают или нет такого? Не знаю, честно говоря. Если тебе только самого очень хочется. А теперь давай посмотри, пожалуйста. Вот две стеночки, и объединяет их вот эта часть, которая называется обечайка. Тоже, наверное, новое слово, да? Ага. На что похоже обечайка? Не обруч, не знаю. На птицу какую-нибудь не похоже совершенно? Да, да, похоже. На чайку, да? Чайка, обечайка, точно. Вот, чтобы было легче запомнить. А я вообще, как бы, это, недавно вот был, там, в секцию, не в секцию, в кружок ходил гитарный. Ну, несколько раз. И там научился из мультика играть. Тема, да, какую-то? Да. Ну, ты мне сейчас сыграешь? Ну, я не знаю, вспомню или нет, я попозже сыграю, пока волнуюсь. Да, я сейчас, да, давай сейчас я пока дорасскажу тебе про инструмент, ладно? И чтобы ты не каждый раз здесь делал, не высчитывал, там у тебя есть на грифе ненточки такие. Посмотри, пожалуйста, точки. А, есть, да, есть. Есть, вот, да. Четыре пальца гитариста выполняют работу десяти пальцев пианиста. Представляешь, насколько гитарист крутой музыкант? Ага. Итак, у нас работает четыре пальца. Лизинчик у нас в работе не участвует. А, потому что он маленький? Ну-ка, давай, усаживайся. Сейчас посмотрим, как у тебя. У тебя практически все правильно, да? Немножечко ближе к розетке просто. К розетке руку немножко подойдет. Отлично, супер. То есть, никакого усилия со стороны руки нету. Лежал, свалился на струну. Попробуем, пожалуйста. Отлично, супер. Еще раз, по-шестой. Еще раз. Хорошо. Но здесь уже не очень хорошо. Почему? Потому что палец стянула рука. Вот взяла, вот так и стянула. Три, четыре. Отлично, молодец. Очень хорошо палец работает. Спасибо. Теперь давай пробуем. А мы левой рукой будем играть? Или только правой? Сейчас, давай бы справа я немножечко разберемся. Хорошо? Я тебе дам три упражнения. Молодец, у тебя хорошо получается. Давай еще разочек. И что? Не торопимся, шагаем. Я из мультиков хотел сыграть. Да, давай, пожалуйста. А можно я ее сыграю, как я до этого привык на правой ноге? Хорошо. Да, хорошо, хорошо. Помню, как-то... Тарантелла? Тарантелла? Может быть, вполне, да. Тарантелла. Там сложное зарубежное имя, что-то... Мерц? Мерц? Да ладно. Я тебе не верю. Ну-ка, сыграй, пожалуйста. Она сложная? Тарантелла Мерц. Она очень сложная. Она такая хорошая, конкурсная, крепкая вещь. Сейчас. Там вроде бы так начинается. Да ладно. Что-то крутой. Это сколько ты занимаешься? Ну вот, там, четыре занятия в кружке вот в этом. Не может быть. Четыре, пять. Ну я туда где-то недели три ходил. Чудеса. Это реально. А что ты хотел бы тогда учить? Потому что у тебя какая-то ваза жесть. Ну как я тут тебе руку ставлю, думал, ты вообще первый раз гитару держишь? Я просто не знал, что у меня нормально всё. Мне кажется, у тебя... Я вот с кем-то разговаривала? С мамой переписывалась? Ну, наверное, она общалась. Я не знаю. Мне просто сказали вот в скайп. Она сейчас дома? Нет. Илья, я тебе рекомендую с такой хорошей базой поступить в музыкальную школу. И прям продолжать и работать. Давай, удачи, занимайся. Очень здорово, Илья. Очень классно. Кстати, как я и говорил, среди учеников первого курса мы разыграем гитару. И самое классное, что она придёт победителю на следующий день, где бы он ни жил. Почему и как я выберу гитару? Ну, вообще. Смотрите, на Е-каталог я отфильтрую просто по региону. Например, введу Ростов-на-Дону. Здесь вбиваю акустические гитары. И ставлю галочку с доставкой в Ростов-на-Дону. В подборе по параметрам выбираем подходящие бренды и всякие разные штучки другие. Я выберу, например, Baton Rouge, Yamaha и то, что электроакустическое нам нужно. Выбрана 9 моделей, показать. Я думаю, вот это подойдёт лучше всего и для новичка, и для профи. А вообще, на Е-каталог есть тысячи разных товаров в сотнях категориях. И также можно сравнивать тут всё, чтобы чётко определиться с выбором. Можно также следить за изменением цен, чтобы проверять, настоящие ли скидки предоставляет магазин. И, кстати, Е-каталог никаких наценок не делает. Просто переходите по прямой ссылке в магазин и покупайте, что нужно. Друзья, Е-каталог уникален. Здесь более 1600 различных категорий товаров. От гаджетов и музыкальной техники до строительных инструментов и детских товаров. Кстати, Е-каталог также работает и на Украине, и в Казахстане. Так что переходите по ссылочке в описании и пользуйтесь. А мы поползли дальше. Так, ну покажи тогда гитару. Ну смотрите, я из мультика учился играть. Гитара вот как пришла, я из мультика научился. Отлично. Так, ну давай, наверное, АМ начнем аккорда. Ну и просто самый простой тогда бой. Большим пальцем, вот так, проводишь вниз по струнам. И должен вроде как получиться аккорд, если ты правильно зажал. Не получается. Ладно. Давай попробуем, зажми тогда пока одну струну. Это вот указательным пальцем вторую. На первом ладу. И вот ее попробуй сейчас. Сыграй. Да, где-то не зажимаешь. Попробуй просто палец, прям вот так на нее ставишь. Вот, только один. На остальные три пальца вот так сделай. Вот, вот. И проведи по струнам. Так, конечно. Так, ну вот, одну хотя бы струну попробуй сыграть. Ну, я зажимаю, не ставится. А попробуй просто, хотя бы, вот, просто пальцем проведи по струнам. Без левой руки. Легче, просто руку сделай легче, прям. Вот, она легкая у тебя. И ты проводишь пальцем просто вниз. Ничего, не давишь, ничего такого. Просто проводишь вниз. Вот так. Одним пальцем вниз. Каким? Большим. Большим пальцем вниз. Вот так, да. И вниз. Просто вниз. Упала рука вниз. Бля, ты что, тупой? Вот этим указательным пальцем просто вверх по струнам. Не вниз, вверх. Застревает. Что же делать-то нам с тобой? Что же делать? Ну, я просто аккордами не очень люблю. Не хочу аккордами. Я хочу из мультиков, из мультика что-нибудь. Но я один мультик выучил, один. Да, такие скигули, японские. Ничего себе, не смотрел. А как, ты просто зажимаешь? Ну, мелодия играется. Мелодию играть? Я посмотрел видеоурок, ну, как играть. Посмотрел. Ну, и покажи. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В музыкальной школе, может быть? Нет Прям первый раз взял гитару? Ну да Ну нет, почему первый? Я же говорил, по видео учился И вот ты посмотрел видео И сразу вот так заиграл? Ну да Нет, ну как, почему? Я занимался, сидел где-то полчаса Пока меня мама кушать не позвала Ничего себе! Ну мне кажется, наверное, тогда тебе проще учиться Вот по таким обучающим видео Потому что тут я тебе только могу Три аккорда показать А ты... Ну вот и всё Следующая часть Это когда 75 тысяч лайков будет Сразу же выйдет Вот, например, это вышло Как только на прошлом набралось 66 Как и обещал Всё Ставь лайк, пиши комментарий И вообще, что думаешь? Нравится ли? Пока! Субтитры подогнал «Симон»